Задачи клуба зависят от финансирования, а сколько у челненских футболистов денег пока остается тайной. Сегодня на пресс-конференции с участием представителей попечительского совета, главного тренера и руководства команды вопросов прозвучало немало. Что было, что есть и что будет дальше волнует большую часть горожан. Несмотря на выступление во втором дивизионе, этот сезон был одним из самых проблемных в истории футбольного клуба «КамАЗ». Владимир Кланцак и его подопечные проиграли последние шесть матчей и завершили сезон на 10-м месте. Но еще полгода назад даже такой результат был лишь мечтой. Мит был на грани развала. Митинги, письма президенту, поиски спонсоров – все это меры экстренной реанимации. Вместе и до конца! Вместе и до конца! Завести сердце «КамАЗа» получилось. И теперь нужно восстанавливать силы, считает попечительский совет. Нужно завоевывать потерянные из-за финансовой недостаточности позиции. Молодая команда должна набираться опыта, и это вопрос игровой практики. А она, в свою очередь, зависит от политики клуба и его бюджета. Сейчас необходимо заполнять стадион болельщиками. Ну, конечно, есть вопросы. Допустим, управление физической культурой и спортом в горе с полком ни разу после второй половины сезона как будто забыли про нас. Но нам больного внимания там не надо, но надо внимание на стадион привлекать детей, на стадион привлекать школьников, на стадион привлекать студентов. Сейчас на стадионе закрыты две трибуны – восточная и северная. Первая требует ремонта, вторая – просто, пока не нужна. Однако, если команда начнет играть на выход из второго дивизиона, что в следующем сезоне не исключается, народ пойдет на футбол, надеется руководство клуба. Для этого штаб «КамАЗа» привлек профессиональных маркетологов, провел переговоры с Рубином, который уже выделил 10 миллионов рублей. Это только часть достигнутых договоренностей. Мы встретимся, я надеюсь, да, и свое озвучим, что какие позиции усиливать. Если у них молодые игроки есть, и они отдадут нам, там, пять, сколько, я не знаю, шесть игроков, это одна ситуация, да, можно перспективно взять и посмотреть, сильнее они и усилить. Усиление требует почти все позиции, сообщил главный тренер «КамАЗа», однако, опять же, все зависит от задачи на сезон. В составе много своих перспективных футболистов, которым просто нужно больше практики на поле. Например, матч с молодежной сборной Японии. Он состоится 15 июня. Вход на стадион будет стоить 100 рублей. Если мы посмотрим, что на игру с японцами будет большое количество зрителей, мы северную трибуну откроем. Вас точно открывать не будем, потому что буквально на днях начнем ее ремонтировать. Болельщики это прекрасно знают, что там провалы есть. Руководство команды и попечительский совет пообещали оперативно сообщать журналистам новости о взаимодействии с Рубином, бюджете команды и формировании задач на сезон, который начнется уже во второй половине июля. Все сборы команда проведет в Набережных Челнах. Возможно, потренироваться на базе «КамАЗа» приедет и «Газовик», и клубы проведут пару товарищеских матчей. Егор Орлов, Андрей Бузлаков, РНТВ, Набережные Челны.